У моих мужчин есть любимая вещь на колесиках. У мужа дорогая, у сына выгодная, потому что колеску купили в кенгуренке. Если есть у вас ребенок, приходите в кенгуренок. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. 46-летний Константин Гребенев предстанет перед судом за убийство в Коминтерне. В январе этого года мужчина пришел в гости к своим знакомым Сергею и Светлане. Сначала все вместе выпивали, но гость затем схватился за нож и устроил над парочкой расправу. Подробности этого происшествия, а также другие наиболее важные, за неделю в нашей рубрике «Сводка». Я совершил убийство Светланы и нанесение тяжких телесных повреждений Сергею. Все случилось 12 января в Коминтерне в этом доме. Константин пришел в гости к своим приятелям Сергею и Светлане. В тот момент 40-летние сожители выпивали. Вот так я сидел, ту ногу подогнет, вот так. Что это? Я в основном пил пиво, а они пили водку. Потом, когда опять у него, видимо, начало переклинивать, уже не первый раз, он начал мне говорить грубости и так далее, и тому подобное, я, скорее всего, грызнулся. Ну и, короче, произошел конфликт. Константин обиделся на хозяина дома, схватил со стола нож и накинулся на Сергея. Ударил его в шею и живот. После этого развернулся и направился к выходу, где его пыталась остановить Светлана. Она меня начала хватать сзади и из-за этого кричит, короче, и так далее, и тому подобное. Константин ударил ее ножом 17 раз. Женщина упала, а сам он убежал. На попутках добрался до своего товарища и все ему рассказал. В тот момент в доме раненый Сергей пришел в себя и увидел, что его возлюбленная мертва. На место прибыли полиция и скорая помощь. Подозреваемого задержали. На 46-летнего мужчину завели два уголовных дела – за убийство и за покушение на убийство. Сейчас следствие завершено, дело направлено в суд. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела младенца в Зубаревском лесу. 15 мая днем новорожденного нашли погибшим местные жители. На место происшествия выехали следователи. Следователем из Следственного комитета был проведен тщательный осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты необходимые предметы. По данному факту зарегистрирована и проводится в настоящее время доследственная проверка. В стадии установления причин смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также в полиции устанавливают личность матери-младенца, проверяют информацию о беременных женщинах, которые родили без помощи врачей в роддомах, а также ранее судимых за детоубийство. Проверки проводят среди неблагополучных семей. Если у вас есть информация о причастных к гибели мальчика, сообщите в полицию по телефону на экране. Следующий человек задержан в курсе? Нет. Ранее судим? Нет. Злоумышленник из Яранска и его приятель придумали преступную схему заработка. Свою жертву они поймали прямо в общественной бане райцентра, избили мужчину и потребовали от него ежемесячно платить им 5000 рублей. Когда потерпевший отказался, рекетеры снова его побили и стали угрожать, что сожгут дом и расправятся с его родственниками. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Стражи порядка вышли на злоумышленников. При обыске у одного из них в багажнике машины нашли оружие. Ваше оружие. Ничего отвечать не было. Во время обыска одного из данных лиц был изъят карабин Сайга, зарегистрированный на чужое имя. Сотрудники полиции располагают информацией, что данные лица пытались обложить так называемой данью других жителей Яранска, которые выезжают в другие регионы страны для работы вахтовым методом. На время следствия вероятных вымогателей арестовали. Пострадавших от их действий просят обратиться в полицию по телефонам на экране. Полицейские разыскивают в Кирове подозреваемого в сбыте фальшивых купюр. Молодой человек 20-25 лет зашел в супермаркет, взял две бутылки шампанского и одну мартини и протянул кассиру 5000 рублей. Женщина проверила купюру, но подвоха не заметила и отпустила товар вместе со сдачей. Подозреваемый таким же образом разменивал подделки и в других кировских магазинах. Возбуждено уголовное дело. Если вы узнали молодого человека на видео, сообщите информацию по телефонам на экране. Волонтеры и полиция разыскивают в Кирове без вести пропавшего 48-летнего Алексея Куклина. 11 мая он последний раз выходил на связь, с тех пор его местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где может находиться Алексей Куклин, сообщите по телефонам на экране. Алина Котрихова, Место происшествия.